МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит медерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Наша уникальная игра состоится при любой погоде, несмотря на то, что сейчас осень. Что бы там ни было на улице, все равно в нашей студии весело и кипят жаркие баталии. Ну, а настроение, естественно, солнечное, хотя вот наши гости из Светлогорска какие-то хмурые. Слева от меня находится наша гостевая светлогорская команда в своем замечательном вечно юном городе. Они занимаются в центре Ювента, в клубе интеллектуальных игр Альянс, и с ними работает Ирина Сафонова, которую все они очень любят. АПЛОДИСМЕНТЫ Слева от вас, а справа от меня, вот наша молодая начинающая команда. Но я так чувствую, что команда будущих звезд. Команда 51-й гимназии рулит ею Илья Мазур. Вот такой он замечательный. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, это последний шанс попасть в наши красивые и яркие предфинальные игры. Как вы помните, мы ищем звезд среди наших школьников. Ищем не просто умных, а ярких, харизматичных, сильных игроков. Вот скоро начнутся наши красивые и большие предфинальные игры. И сегодня мы мало того, что определим победителя, А еще найдем пару звездочек. Я уже даже заметил сверкание как слева от меня, так и справа от меня. Итак, начинаем. Альянс против гимназии. Эрудит пятерка. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ И я сразу обращаюсь к капитану светлогорской команды Марку Лабетко. Марк, кто у вас самый интуитивный, кто может сыграть в блеф-игру? Пойду я. Хорошо. Не забывайте, что больше двух раз вы за стойку встать не сможете. Илья Мазур, кто у вас интуист? У нас лучше всего блефует Даниил. Отлично. Итак, Марк против Даниила. Вперед! Итак, блеф-игра, внимание. Верите ли вы, что в календаре три месяца на букву А? Прошу. Да. Да. Ну-ка, назовите. Апрель. Так. Август. И? А март. А декабрь? Нет, конечно. Апрель и август. Все. Играем дальше. Мог бы пять очков заработать. Верите ли вы, что символ аптеки – это красный крест? Прошу. Нет. Нет. А какой? Зеленый. Зеленый великолепный, Марк. Верите ли вы, что остров Корсика находится в Средиземном море? Прошу. Да. Да. Да? Да. 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 Да, конечно. А это Средиземном морский остров. Итак, Марк пока не дает ни единого шанса сопернику. Играем. Верите ли вы, что католический крест чаще всего изображают четырехконечным? Фальстарт у Марка. За этим очень строго следит наш электронный сетей. У вас есть шанс? Да. Да. Это правильный ответ. Великолепно. Играем. Верите ли вы, что когда погодные условия представляют реальную опасность, метеорологи объявляют желтый уровень? Да. Нет. Оранжевый. Когда могут оказать реальную опасность, да, тогда желтый. А вот когда уже представляют реальную опасность, то оранжевый. Итак, Альянс против Гимназии в блеф игре 10-5. Ну, первая проба сил. Начинаем дуэль игру. Вперед! Итак, Светлогорск против Гомеля. Альянс против 51-й Гимназии. Внимание, прослушайте название наших пяти боев. И у вас будет пять секунд, чтобы вы смогли предложить капитану, а я вот эту тему готов взять. Внимание. Итак, первый бой на букву А. Все ответы будут начинаться на букву А. Второй бой. Будем здоровы. Сами понимаете. Третий бой. Острова. Четвертый бой. Дела духовные. Пятый бой. Все краски мира. У вас пять секунд, чтобы решить, кто курицет. И вот я готов взять. Поехали, вперед! Закончили обсуждение. Да, вот Илья еще дает последнее указание. Все, время истекло. Марк, кто начнет нашу дуэль игру с буквы А? У нас пойдет Ирина. Ирина, готовьтесь. Ирина, кого отправляет в бой Илья Мазур? А у нас отстреляется Даниил. Великолепно. Даниил, это ваш последний выход. Я надеюсь, вы покажете себя лучше. Удачи. Итак, Ирина против Даниила. Вперед! Даниил, Даниил, Даниил! О, Ирина, это вам непростой игрок. Как она на тренировках-то блистала. Итак, внимание на букву А. Если зимой хочется на пляже, или как сейчас осенью, все поправимо. Можно просто пойти. А куда? Ну. Тепло, водичка. Про аквапарк что-нибудь слышали, Ирина? Слышали? Да. Вот теперь вы это знаете. Играем. Этот месяц в песне про крылатые качели из фильма про электроника назван юным. Прошу, Ирина. Апрель. В юном месяце апреля. Да, вы правы. И первые пять очков зарабатываете для своей команды. Таким способом путешествуют люди, которые голосуют на обочинах. Фальстарт у вас. Я рыдаю вместе с вами. Единый шанс. Автостоп. Это правильный ответ. Да. А вот туда едут те, кто предпочитает самолет. Куда? Ой-ой-ой. Да. Аэропорт. Конечно. И заканчиваем. Христианские священники обещают грешникам, что те попадут... Куда? В анафему. В анафему? Это неправильно. Прошу. В ад. В ад, конечно. Итак, Ирина блестяще отыграла. 25-10 в пользу Светлогорска. У нас следующий бой. Вперед. Тема второго боя. Тема второго боя. Будем здоровы. Марк. Самый здоровый человек. Пойду я. Отлично. Илья. Анастасия. Будем здоровы. Этот доктор, придуманный Корнеем Чуковским, лечил несчастных зверят. Айболит. Это правильный ответ, да. Он лечит несчастных зверят и ставит им градусники. А вот врачи-педиатры лечат не зверят, а их. Прошу. Детей. Да. Педиатрный детский врач. Вот соперница к вам вышла, Марка. Честь этого древнего ученого названа врачебная глядва. Фальстарт у Анастасии, у Марка есть шанс. Гиппократ. Гиппократ, это правильно. Это да. Среди вирусов этой болезни испанский, гонконгский и сингапурский. Да. Грипп. Грипп, да. Плохая болезнь. Если болезнь быстро распространяется среди людей, ее именуют... Настя. Инфекция. Инфекция не совсем, Марк. Эпидемия. Эпидемия среди людей, а среди зверей эпизоотия. Теперь вы это знаете. Итак, после второго боя, после «Будем здоровы» 40-20. Желаю вам здоровья. Следующий бой. Итак, третий бой. Острова. Светлогорск. Альянс. Марк. Кто? От нашей команды пойдет Ксюша. Ксюша на острова у нас отправляется. А у нас поплывет Илья Медведев. У вас не один Илья в команде? Да, у нас их три. Трое. Хорошо. Не запутаться бы. Итак, Ксения против Ильи Медведева. Вперед! Этот остров в Индийском океане дал название аж четырем полнометражным мультикам. Мадагаскар. Улыбаемся и машем, парни! Да, Мадагаскар. Он прожил на необитаемом острове больше 28 лет. Прошу. Это Робинзон Круза. Это правильный ответ, да. Проплывая мимо этого острова, можно было попасть в царство славного Салтана. Прошу. Остров Буян. Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Продолжаем. В этот день недели родились все жители острова Невезения. Да. В понедельник? Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Браво. Около этой условной географической черты находится остров Науру в Тихом океане. Прошу. Возле экватора. Возле экватора. Великолепно отыграла Ксения. Счет стал 65-20 в пользу Светлогорска. Играем. Следующий бой. Вперед. Четвертый бой. Четвертый бой. Дела духовные. Да. От нас пойдет Дарья. Дарья. Кого отправляет 51-й гимназии в бой? Пойдет второй. Илья Дроздов. Хорошо. Итак, Дарья против Ильи Дроздова. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Дела духовные, внимание. Египтяне обожествляли буквально все. Ну а больше всего эту ремку. Фальстарт у вас. Есть шанс. У Ильи. Нил. Нил, конечно. От его плодородия зависело, вернее, от его разливов зависело плодородие земель. Это правильный ответ. Это главная книга ислама делится на суры. Прошу. Коран. Коран, да. В этой большой азиатской стране больше буддистов, чем во всех остальных странах мира вместе взяты. Прошу. Япония. Япония, да, не такая же большая страна. Ну? Китай. Китай, это правильный ответ, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Так называют главу всех католиков мира. Прошу. Папа Римский. Папа Римский, да, точный ответ, да. Писанки украсят стол православного в этот церковный праздник. Фальстарт у вас. Шанс у Ильи. Писанки. Пасха. Пасха, да, так называются цветные или расписанные вручную яйца этот праздник Пасха. Ну что ж, уперся немножко Илья. 75-35 подтягиваются гемельчане к своему грозному сопернику из Светлогорска. Следующий бой. Все краски мира. Кто у вас там остался, Марк? От нас пойдет вторая Дарья. Вторая Дарья. Две Дарьи, три Ильи. Некую фантазию родителей. Прошу. Пойдет третья Илья. Я. Понял. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Все краски мира. Именно такого цвета был дуб у лукоморья. Илья. Зеленый. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь над улетом. Хорошо начал. Ну, Дарья, вам тоже крепкий орешек. Это море омывает берега полуострова Крым. Фальстарт, фальстарт. Даша, не нервничайте. Илья. Черное. Это верно. Было такое море и есть до сих пор. АПЛОДИСМЕНТЫ Лебедь в сказках белая. Цветочек аленькой. А волк? БЕСМЕНТЫ Ну, серый волк. Серый волк, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ Так называемые белые стихи. Это стихи, в которых отсутствует она. БЕСМЕНТЫ Да? Рифма. Рифма, да. Белые стихи без рифмы. И заканчиваем. Из этих двух цветов составлен украинский флаг. Фальстарт у Ильи. АПЛОДИСМЕНТЫ Подарила пять очков Даши. Желтый щеней. Даша рванула в свою команду вперед. 90-45. Пока Светлогорск впереди. Но, может, не пока. Даша, Илья, благодарю вас. Следующий мой тест-игра. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, тест-игра. Тест-игра. Тема осень. Кто готов? Кто знает все об осени у вас, Марк? У нас пойдет Дарья. Дарья? Которая? Которая слева от меня. Которая? А фамилия у Даши? Сафонова. Сафонова. Великолепно. Илья, у вас? Свой последний выход совершит Анастасия. Хорошо. Ну, пока последний, крайний. Как говорят летчики, у них не бывает последних вылетов, только крайний. Хорошо. Итак, Дарья против Анастасии. Вперед! Наше скоростное централизованное тестирование. Кнопка выжата. И один из трех вариантов. Поехали. Ноябрь по-украински называется. А. Вересень. Б. Жовтень. И. Ц. Листопад. Прошу? Б. Б. Жовтень. Ни. Ц. Как кажуть в Москве, октябрь. Настя? Ммм, листопад. Листопад. Ц. Выдатный отказ. Браво! Пять очков на отборе. Листопад. Играем. 14 октября это христианский праздник. А. Покров Божьей Матери. Б. Успение Божьей Матери. И. Ц. Рождества Божьей Матери. Прошу? А. А. Покров Божьей Матери. Ну, заодно это День Матери в Беларуси. Да. Десять очков. Из народных примет. В октябре гром, зима. А. Без снега. Б. Без мороза. Ц. Без метелей. Прошу, Настя. А. В октябре гром, зима без снега. Да, есть такая примета. Десять очков заработанной команды. Линька у млекопитающих происходит. А. Только осенью. Б. Только весной. И. И осенью. И весной. Прошу, Настя. Ц. То есть, считаете, что два раза в год зайчик то белый, то серый? Да. Правильно считаете. Плюс 10. А. 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 Эти наши домашние котики тоже линяют гады два раза в год. Играем. Октябрь в периоде с латыни это А. Восьмой. Б. Девятый. И. Фальстарт. У Настя, Настенька, я рыдаю вместе с вами. И. Ц. Десятый. Прошу вас, Даша. Девятый. Девятый. А. Окта это сколько? Септа семь. Окта восемь. Дека десять. Теперь вы знаете, что это восьмой месяц по латыни. Итак, после нашей тест-игры 100 у Светлогорска, у Альянса, 70 у 51-й гимназии, у Гомеля. Следующий бой. Вот шанс, либо у Светлогорска оторваться от преследователей, либо гомельчанам сравнять счет. Слайд-игра. Простая азбука. Ну, любимейшее развлечение наших игроков. Марк, кто у нас сумеет увидеть картинку, буковку и назвать слово на эту буковку? От нашей команды пойдет Ксения. Ксения, а, да, это серьезный боец. Илья? Отправится Илья Дроздов. Хорошо. Итак, Ксения против Ильи Дроздова. Вперед! Ксения, Илья, ничего сжать не нужно. Нужно внимательно посмотреть на экран и потом, посмотрев нежно на микрофон, сказать ему всю правду, которую вы сможете. Начинаем с выигрывающей стороны. Все-таки 100 очков. Ксения, ваша буква, ваша картинка. Тишина. Это Алиса. Алиса, Льюиса, Кэрла, героиня. Да, плюс 15, первые 15, все взяла. Прекрасно. Начнем с вами. Бандана. Даже я не узнал, вот так закручен этот кусок материи. Вернее, закручен этот кусок материи. Да, это, в самом деле, это бандана великолепная. Прекрасно. Играем с вами, Ксения. Это вышивка. Это не вышивка, извините, прошу. Три. Знаю. Дело в том, что это не просто вышивка. Это одежда, украшенная вышивкой. Вот такая рубаха называется вышиванка. Вышиванка. Теперь вы это знаете. Илья, работаем с вами. Дискобол. Опа, может, мы еще скульптора назовем? Мирон. На самом деле, греческий скульптор Мирон. Знаменитая статуя Дискобола. Великолепно. Ксения, играем с вами. Это енот. Вы не поверите, это енот. Да. Это наша забота, а не енота. Илья. Журавлик. Да, это журавлик. Такая оригами великолепная. Илья работает. Прошу. Тишина. Может быть, это зверобой? Ну, честно говоря, казахи называли его жеребай. А потом наши переняли как зверобой. Да, великолепно. Илья. Изяслав, возможно. Понятно. Ксения? Может быть, это Илья Муромец? Да, это памятник Илье Муромцу, конечно же. Что же было мудрить-то? И Ксения подняла на подборе 10 очков. Итак, 155-115. Впереди Светлогорск. Риск игра. Последняя. Итак, Марк, я обращаюсь к вам. Я знаю, что вы уже оба своих вылета совершили боевых. Значит, остался у вас какой-то супер-козырь в рукаве. Кого вы отправляете в бою? Вы, но пойдет Дарья. Дарья. Хорошо. Дарья, так блестяще зарекомендовавшая себя в картинках. Илья Мазур. Пойду я. Итак, Дарья против капитана Гамильчан. Илья Мазур. Вперед! Итак, Дарья против Ильи. Один из лучших игроков Светлогорской команды против капитана Гамильчан. Итак, внимание. Риск игра. Игра со штрафом. Неправильный ответ. Минус 20, правда, за правильный плюс. Итак, внимание. Темы, повторяю, темы дуэльной игры. На букву А. Так называют человека, который предсказывает судьбу по звездам. Прошу. Допустим, астроном. Астроном. Минус 20, Илья. Астролог. Астролог – это правильный ответ. Илья, вы были в миллиметре от правильного ответа. Но рискнул, а риск – благородное дело. Будем здоровы. По уставу Всемирной организации здравоохранения, оно, цитирую, является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия. О чем речь? Будем здоровы. И согласно уставу Всемирной организации здравоохранения. Оно – это здоровье. Никто не рискнул. Играем дальше. Острова. На острове Хонсю. Расположена столица этой страны. Прошу. Япония. Япония, конечно, плюс 20. Дела духовные. Так называется кафедральный православный собор Гомеля. Опа. Я понимаю, что девочка из Светлогорска молчит. Многомельчанин. Вы ни разу не были в парке, не видели наш Петропавловский собор. Собор святых Петра и Павла. И последний вопрос. Все краски мира. Своим синим цветом этот цветок хорошо выделяется в пшеничном поле. А говорят сорняк. А так красиво цветет. И в ржаном поле. Василек. Василек. Поставил точку Илья. Терять ему было нечего. Еще бы два правильных ответа, Илья. Или хотя бы ответ и несовершенная ошибка. Вот астролог вас подвел. Вот все эти астрологи, нумерологи, все эти шарлатаны. Ну их в болото. 175 у Светлогорска, 135 у Гомеля. Ребята, ваша победа. И так сувениры от телерадиокомпании Гомеля. И диплом, естественно, от организаторов нашего турнира в Светлогорской команде. К Гомельчанам, которые в первый раз все-таки у нас в этом составе боевое крещение выдержали на 10 баллов. Ребят, ваши победы, ваши победы еще впереди. Ваши победы еще впереди. И вот, честно говоря, у меня глаза разбегаются. Я бы всю Светлогорскую команду позвал на предфинальные игры. Илья, я обращаюсь к вам. Честно говоря, много хороших игроков, много... Вот с вашей точки зрения, кто наиболее красиво, успешно противостоял вам? Вторая Даша. Вторая Даша. Великолепно. Даша, я приглашаю вас на предфинальные игры. Честно говоря, вот, положа руку на статце, не одну вас, потому что кто-то еще из команды, кое-какого я глаз положил, но сейчас не буду расстраивать всех остальных. Надейтесь. Самая главная надежда. Ну, а для вас, те, кто по ту сторону экрана, кто нас смотрит, самое главное, естественно, учеба. Ну, и наш главный девиз. Помните? Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ